Вот как снимать видео? Только сажусь за камеру и все, моя кошка приходит стоить в вам глазки. Да, Алиса? Итак, привет всем, мои дорогие! С вами Кононова Аня. И сегодня у нас с вами новинки из шестого каталога. Получается, 21 года, который будет действовать с 12.04 по 02.05. Тут будет, конечно, очень много новинок. Нам их не дали, как обычно, ни купальников, ничего толком нету. Шлепок тоже не дали. И, в общем, все ждем. В общем, все, что я могу заказывать, я заказала. Но много чего нет. Честное слово, прямо много. Ну что ж, давайте начнем. Первый у нас с вами коктейль, про который уже Александр Эдигер провел прямой эфир. Это у нас с вами веганский коктейль с тремя вкусами. На мой взгляд, все эти коктейли чересчур сладкие. И, конечно же, они понравились сразу же моему мужу. Если бы они понравились мне, то они бы не понравились мужу. Вот как ни странно. Смотрите, первый коктейль это со вкусом ириски. Он реально нормальный, хорошо пьется, на воде вкусненько. Вроде бы никаких нареканий нет. Это артикул 157.42. То есть он идет как концентрат рисово-гороховый для приготовления белкового коктейля. То есть полностью веганский. Также без ГМО, без сахара, без глютена. Он имеет бьюти-эффект все три. Комфортное похудение, заряд энергии, уменьшает отечность, снижает тяжесть в желудке, укрепляет иммунитет и уменьшает чувство голода надолго. В составе тут идет, как вы видите, и бромелайн и так далее. Давайте я вам прям состав поближе увеличу, чтобы вы могли поставить на паузу и почитать. Потому что ну уж очень полезно. То есть тут и улучшение пищеварения, и улучшение микрофлоры кишечника. И плохо видно через камеру, если смотреть. Волокна очищает кишечник с волокнами. То есть отвечает за укрепление иммунитета. В общем, и вот его состав. Кто хотел его состав. То есть получается, ну действительно, да, хороший спектр витаминов. И всего-всего побольше. В общем-то, да, пробуйте, пейте. На мой взгляд, ну через чур он сладкий. Прямо кошмар, кошмар какой сладкий. Я бы, конечно, взяла бы его немножечко, менее бы брала бы в нем сластинки. Потому что, ну прям нереально, честно скажу вам. Да, то есть он такой вот консистенции. Мужу понравилось. Я тоже выпила, но я выпила полтора стакана. Мы их пробовали вдвоем. И так получилось, что больше никто не захотел. Родители уехали в деревню. Они там по покупке дома что-то там делают, да, советуются и так далее. И так получилось, что мы остались вдвоем. Катюши не было. Вика ха-ха, нет, не хочу, говорит. Но она так любит говорить. И получается, нам пришлось втроем пить полторы порции. Так вот, ребят, мы напились очень сильно и даже не поужинали. Вот серьезно. Значит, второй веганский вкус у нас с вами идет со вкусом ванильного печенья. Вот реально какие-то печенюшки, реально вкусно. Артикул 157.40. В них во всех также есть мерные ложечки в состав входят. Ванильное печенье. Ну вот правда, да. Знаете, вот как будто вы в молоко, даже не в молоко, а в воде смешали сухое молоко. Да, то есть плюс раздробили очень много печенек. Да, оно такое густоватое. И вот эти вот белковые, да, вот такие вот немножечко катышки, они ощущаются на вкус. То есть этот продукт, он более такой, я бы сказала, может быть слегка грубоватый, нежели обычный, да, который не веганский. А далее вишни шоколад. Честно скажу, не люблю я вот вишню в таком виде. Я люблю черешню кушать. Вишню вообще не люблю. Мужу понравилось. Он сказал, да, я буду пить, да, я хочу. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Артикул 157, 41. Вот, такие вот три вкуса веганские, 15 порций. Тут 43% белка, да, то есть в тех немножко повыше, в этих немножечко пониже, в веганских. Но я думаю, ничего страшного. В принципе, вкусно. Но вот те, которые не веганские, мне чем-то нравятся больше. Они нежнее, они приятнее, у них консистенция как-то вот пооднороднее. Вот, и, ну, может быть, я к ним привыкла. Но ни риску, ни печенье, ни вишню я, если честно, не люблю. Но на самом деле вкус, вот так вот взять, да, если взять, допустим, шоколад, вишню, нормальный вкус. Нормальный вкус. Но можно сделать по отдельности, чтобы люди смешивали и шоколад, и вишню. Зачем было перемешивать, да, люди пусть мешают сами, как хотят. Например, шоколад с риской или там шоколад с печенькой тоже, может быть, кому-то захотелось. А тут как бы идет два в одном и уже, ну, вот неудобно, на мой взгляд, да, вот что-то типа этого. Далее, смотрите, это не новинки, поэтому я их пропущу. Просто покажу, что я их заказала. Два шашлычных кетчупа, а четыре было классических, но один уже открыли, унесли на кухню. Очень вкусные, натуральные, классные кетчупы. А, значит, 280 грамм они идут. У шашлычного артикул 16,051, а у классического артикул 16,050. Далее, пару чаек я заказала. Вот эти чаи мне очень нравятся, именно с ломтиками ананаса, апельсина и какао. И с ломтиками, получается, ананаса, кокоса и семенами чаи. Самые мои любимые чаи. Я их просто вот обожаю. Ага, хорошо, очень заклеены. Это идет чай не в пакетиках, да, получается. Это обычный черный чай, но он очень, ребят, вкусный. Прямо реально вкусный. Вот тут идет 50 грамм. Такая тяжеленькая упаковочка. Вот 50 грамм идет. Значит, вот этот с семенами чаи идет 16,053. А с какао, причем вкус какао так чувствуется, но очень легко, 16,034. Прямо хорошенькие, вкусненькие, любименькие. Далее, таблеточки. Такие вот, калорий блок и энзи повар. Смотрите, значит, энзи повар, это концентрат пищевой прессованный. Он идет для того, чтобы, в общем, он содержит яблочные волокна, папаин, экстракт артишока и порошок куку-куркумы. Принимать нужно по 2 порции в день, во время или после еды, запивая водой. Значит, он делает так, чтобы наше пищеварение улучшалось. И тут еще в составе, по-моему, папаи, ананас, вот панкретин еще в составе есть, поэтому он сойдет из амизим. То есть, такая классная штука. Это простые капсулки, 60 порций по 500 миллиграмм, артикул 157,33, да, то есть, такие вот они обычные. Их можно раскусывать, кушать они, не противные, да. То есть, и можно так просто вот запивать водой, как захочется. Далее, значит, калорий-блок у нас идет, он, получается, что делает? Блокирует усвоение углеводов и жиров. Идет тут 60 порций, принимать нужно по 3 порции в день, запивая водой. Рекомендуемый курс приема до 2 месяцев. Мы начали пить калорий-блок в старой версии. Значит, артикул 157,75, тоже такие вот новиночки. Он тоже практически безвкусный. Это что-то такое твердое, прессованное, так просто раскусить не удастся. Там очень-очень прям тверденькое все. Вот, обычные такие таблеточки безвкусные. Да, действительно. Ну, раз перевыпуск произошел, значит, они востребованы и очень даже. Далее, в новинках у нас с вами появилось концентрированное средство универсальное. Чистота и защита с ароматом эфирных масел, цитрусов и мяты. Вот такое вот. И также появилось концентрированный гель для мытья посуды 2 в 1. Чистота и защита. Аромат сочного арбула и свежего эвкалипта. Узнать вообще сочетание. Очень интересно. Ну, вот знаете, мне кажется, что... Да, то есть он такой вот светленький. Если вот чуть-чуть капнуть, да, такой вот светленький, густенький, как вы видите. Прозрачненький. Мне кажется, это вкус на любителя. Но он не оставляет запаха на посуде, поэтому, в принципе, без разницы. Он также, как и все средства для дома, экологически чистый, биоразлагаемый, не наносит ряда окружающей среде. Значит, он легко отмывает жир, полностью смывается, не сушит кожу рук. Эффективен для размягчения и очищения губок, для замачивания. Ну, в принципе, нормально. Вот. Значит, дальше посмотрим такое вот концентральное средство универсальное. Цитрус и мятное масло мне как-то нравится вот даже немножечко побольше. Да, очень-очень приятный вкус. Ну, будем пробовать, будем мыть, потому что, действительно, аромат эфирных масел – это очень здорово. Это классно для квартиры, это там не химозные какие-то составы, да, с магазина. Вот, артикул 3219. Значит, что он делает? Он идет для всех видов твердых поверхностей, не требует смывания, замедляет осаждение пыли, натуральный аромат эфирных масел. В общем, будем пользоваться. Значит, он у нас тоже идет такой жиденький, как вы видите, да. Так, быстрее бы закрыть, чтобы не пролить. Да, жиденький такой, обычненький. Мы им помыли один раз всего пол, нормально, запах квартиры приятный, все приятно, мод, хорошо. А пока что наругать его не за что, да, можно так сказать. Еще одна новиночка – это полезное антибактериальное свойство эфирных масел. То есть, тут такая вот защелочка. Его можно распылять таким вот образом. То есть, ну, он первый раз плохо будет пшикать. Берегитесь, чтобы он у вас не падал, потому что вот эта штучка внутри, она может пластмасска выпасть. Конечно, тут я чувствую чистый такой эвкалипт, чистое такое чайное дерево. У нас есть увлажнитель воздуха, и мы туда капаем масла эвкалипты чайного дерева, поэтому для меня ничего удивительного в этом нет. Это очень приятный аромат и очень классный. Они обладают действительно антибактериальными компонентами, бактерицидными. В общем, длительная свежесть увлажнения и ароматизация, устранение резких неприятных запахов, водная основа без спирта и пропилентов. Обратите внимание на это, ребята, потому что у кого в доме дети, да и взрослые тоже, им, конечно, вредно вот эти вот такие вот спреи, да, аэрозоли. Для очищения воздуха дома в офисе, салоне автомобиля и для нанесения на ткани. То есть, все, что вы хотите, он все освежит и все запахи убьет и еще и обезвредит, грубо говоря, да. Артикул 30323, он идет 250 миллилитров, стандартная упаковочка. Мне нравятся такие новинки, Фаберлик умеет удивлять. То есть, он выпустил прям антибактериальную линейку всю. Ну, в общем, будем пользоваться, кайфовать и так далее. Далее у нас с вами такое вот средство еще появляется с пролонгированным действием. Устраняет неприятные запахи для мытья столешниц, раковин, губок, кухонных принадлежностей, разделочных досок, скалок, ножей. Можно в ведро добавить, если что-то где-то такое, да, очень вонючее. Можно лотки кошачьи мыть. То есть, все, что вам захочется этим мылом, можно мыть. Можно помыть руки, которые невкусно пахнут. Вот тут папа у меня приезжает в деревню. Вот это вот солярка, бензин, вот это мыло. Мама нарадоваться у меня не может с этим мылом, да. То есть, мыло для кухни, устраняющее запахи, чистота и защита. Аромат тут идет нежное алое. То есть, оно идет с антибактериальными компонентами, но аромат у них алое, да, приятный. То есть, давайте с вами посмотрим консистенцию, да. Такое вот оно густенькое, обычненькое. Вот я такие зеленые ароматы очень люблю, прямо очень. Поэтому я прям с удовольствием даже вот на это мыло могу перейти, никакое другое длительное время не заказывать. Ну, до чего приятный аромат, да. То есть, действительно нежное алое. Аромат в нос не бьет. В общем-то, это мыло, оно и пенится хорошо, и 300 мл, и, в общем-то, его надолго очень хватает. Далее биомика, ребят. Ну, как вы видите, тут у нас уже целая линеечка этой биомики, да, много чего есть. И первая новинка, которую вы сможете попробовать за 40% скидочка, это, конечно же, мицеллярная водичка. Она идет для жирной и комбинированной кожи, но я ей тоже попользовалась. В принципе, нормально, все хорошо убирает, хорошо удаляет. Все как бы, ну, хорошо, да. То есть, но кожа у меня ближе к сухой, чем к жирной. И поэтому, конечно, я и на постоянку пользоваться не буду. Но у меня у Катюши жирная кожа, поэтому ей будет отлично снимать макияж. Ей уже 20 лет, моей дочке старшей. И, конечно, вообще биомик – это сбалансированный микробион и здоровая кожа. Вот. И также появились шампунь и бальзам ополаскивать. Значит, шампунь я уже попробовала. Я им помылась. Мылась им всего два раза. Вот он такой вот густенький, прозрачный. Запаха практически никакого не ощущаю абсолютно. Вы знаете, он меня удивил чем? Его надо очень мало, потому что он густой и он очень мощно пенится. Если сначала я прям налила много на руку, то пены было невероятно много. Хорошо моет, хорошо очищает. Волосы после него такие мягкие, приятные, гладкие. Вроде бы все нормально. Вот. И, значит, тут что написано? Он помогает вернуть здоровый баланс и иммунитет кожи. То есть его нужно проходить курсом, а не просто вот один раз попробовал и все. То есть нужен курс обязательно. И, значит, написано, что в составе идет экстракт Эдельвейса. Устраняет дискомфорт зуд кожи головы. Дарит блеск волосам. Ну, у меня как бы дискомфорта никакого нет. Я, наверное, просто израсходую и все. Гипоаллергенная душка. В общем-то, ничем он меня не зацепил, потому что проблем, как таковых, нет. Он именно мицеллярный шампунь для чувствительной кожи головы. 150 мл. Тут идет именно мягкая моющая формула. Она бережно очищает и поддерживает микробиом кожи головы. Рекомендуется применять после окрашивания, осветления, химической завивки. Вот. И, конечно же, здоровье волос начинается со здоровой кожи головы. Поэтому вот такая вот вещь. В принципе, да, нормальный. Ничем не удивил. Мне показалось, что это обычный шампунь. Хорошо пенится, хорошо моет. Я вымылась. И мылась бы на постоянной основе. Наверное, так. Вот. То есть цена у него тоже не особо-то какая-то там великая. Да, 299 рублей. В принципе, не так уж это и... А, кстати, он идет 150 мл. Артикул 12-74. Далее маска Бальза. Такая вот густенькая масочка. У меня она хорошо разнеслась по голове. В принципе, она, знаете, такая вот... Ну, такая вот, видите, комфортная, хорошая. Да, то есть по голове она наносится очень хорошо. И как бы много я ее не израсходовала. В общем-то, да. У нее тоже есть какой-то такой нежный, еле уловимый аромат, который я особо не чувствую. Я такие вот прям ароматы... Я их особо не ощущаю. Почему? Потому что я люблю более яркие. И вот это мне ни о чем. Есть какой-то привкус немножечко, но непонятно какой. Да, то есть вот можно так и характеризовать, потому что у меня нос не капризный. Вот эти вот легкие-легкие ароматы, да, которых в принципе нету. Да, то есть сами знаете, что в этой линейке есть и крем-флюид для лица. И я очень люблю восстанавливающую маску для лица сливки. Вот именно этой серии я часто ей пользуюсь. Мне она подходит. Она действительно идет питательная формула. В ней есть масла и макадамии, восстанавливают, успокаивают, увлажняют кожу. В общем-то я частенько ее на ночь наношу и не смываю. Да, то есть и вот сейчас такие вот шампуньки. Но я не знаю, если бы это не было вип-новинкой, заинтересовало бы меня эта линейка или нет, потому что это действительно чуть ли не лечебный шампунь. Да, можно так вот выразиться. Так, далее у нас идет с вами косметичка Доктор Кор. Да, такая вот косметика. Значит, вот есть антиакне. Как вы помните, я взяла всю линеечку, но Катя у меня и до сих пор еще не начала пользоваться. То хочу, то не хочу, то айда забыла. Вот поэтому я не могу пока Доктор Кор антиакне продегустировать на Катиной коже. Но я начала дегустировать именно увлажняющий лосьон и вот нежное молочко для умывания. Я попробовала, да, и еще я попробовала вот этот вот восстанавливающий липокрем для сухой кожи лица. В принципе, да, то есть мне это было очень интересно. И я сделала вывод, что все-таки кожа лица у меня сухая. Почему? Потому что вот тут как раз такой момент, когда я с утра встала после нанесения этих кремов, и я поняла, что моя кожа уплотнилась, она не забилась. И знаете, она как мазь. Вот она наносится, ее нужно так втирать, 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 да, то есть она в принципе нормально, быстро впитывается, комфортно, но она не как обычный крем, да, нанесли и все. Да, есть кремы там на водяной основе, которые в водичку превращаются, есть какие-то жирненькие, есть какие-то вот такие вот сыворотки, которые полностью высыхают на лице, нет. Такое ощущение, что он работал прямо всю ночь, и я с утра встаю, и мне прям вау, такая кожа плотненькая. Мне кажется, мне его не хватало. Итак, значит, он идет как на 34% повышает уровень увлажненности за 7 дней, 73% снижает интенсивность покраснений, 61% повышает индекс качества жизни людей и с сухой кожей. Дальше тут идет комплекс церамидов и жирных кислот. В составе восстанавливает барьерную функцию кожи, защищает от негативных факторов внешней среды и факторов старения. Ну, в общем-то, мне это нужно, я думаю. Вот, буду все это дело пробовать. Итак, давайте же все это с вами будем смотреть ближе. В первую очередь у нас идет с вами лосьон увлажняющий, липолосьон для тела, да, хотела взять для умывания, я нечаянно его взяла, растерялась немножко. Вот вы знаете, у него какой-то есть еле уловимый, практически безвкусный какой-то вот запах, какой-то вот сластинки, которая вызвала у меня какое-то вот умиротворение, умиление, да, то есть такой интересный аромат, который практически не ощущается, его нет. Мне кажется, он очень хорошо подойдет для тех, кто не любит яркие ароматы, да, для таких людей, допустим, как моя мама, да. Далее он идет 150 мл, в принципе, обычный объем, да, артикул 0582, и он идет как увлажняет, питает, смягчает, восстанавливает роговой слой. В общем-то, пока все понравилось, пока все идеально, тело мое сказала спасибо. Вот, сравнить с чем его можно, вот мне кажется, ни с чем. Вот такой, мне кажется, впервые в компании, вообще по такому составу, по такой консистенции, так, я уже ваточку, да, убрала, вот он, как вам даже сказать, он вроде бы легонький, да, хорошенький, но когда вы его разносите, наносите, да, то есть он, видите, начинает такими белыми полосочками ездить, да, то есть вы его втираете, втираете, и он до конца впитывается, какой бы толстый слой вы не нанесли. Мне все понравилось, аромат тоже такой приятный, сладкий, нос не бьет, это точно. Далее, значит, посмотрим с вами нежное молочко для умывания. Оно очень комфортное для умывания. Когда я ему мылась, у меня, в принципе, смылось все с первого раза, очень даже здорово. Значит, что тут написано, тоже бережно очищает, подходит для снятия макияжа, увлажняет, смягчает кожу, предупреждает появление стянутости кожи. Вот, знаете, было такое ощущение, а до конца ли я умылась, потому что я привыкла все-таки, что у меня лицо слегка стягивает, да, то есть слегка есть что-то вот такое вот, ну вот, ощущение чистоты вот этой вот, да. Тут оно было, но кожу не стягивало, никуда не тянуло, и мне как-то вот показалось это не совсем таким, знаете, комфортным для меня. Помните, да, я когда заказала какой-то гидрогель для интимной гигиены от Луники, да, то есть мне он жутко не понравился, потому что сначала его надо наносить на сухую кожу, потом его мочить, чтобы он смылся, в общем-то, да, такой вот какой-то вот дискомфорт, такое ощущение, а точно ли я все чистое, да, вот тут то же самое, и поэтому я умылась второй раз, вот, но на коже все отлично, все великолепно, нет ощущения, что она забита или еще что-то, в общем, очень мягко и очень здорово, походу такое ощущение, что это даже, скорее всего, стопроцентное мое молочко, потому что до такой степени комфортно, что я даже не ожидала, вот я могу так описать. Ну и следующий кремушка, это у нас с вами идет восстанавливающий липокрем для сухой кожи лица, восстанавливая целостность кожного барьера, нормализует гидролипидный баланс кожи, способ применения, наносите тонким слоем на очищенную кожу утром и вечером, вот что мне нравится, когда не надо кремы утро, вечер, вот это все, да, когда один крем и все, и за две недели кончился, артикул 0581, 50 миллилитров, вот он тоже такой же вот, мне кажется, ничем абсолютно не отличается, по консистенции они абсолютно похожи, вот видите, началось, да, то есть вот такой вот он как будто белеет, как мазь, да, а потом впитывается, и его хочется втирать, 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 то есть это, ну, не совсем как бы удобно, мне кажется, но если его просто нанести, оставить, он тоже мгновенно впитается, и проблем абсолютно никаких не будет. Что я еще с ним, какие опыты провела, мне захотелось узнать, ну, приятненький такой, да, ароматик приятненький, но они все одинаково, да, одинаково у них у всех, у трех ароматов. Когда я первый раз нанесла очень тонким слоем, мне показалось, что маловато, и второй раз я уже посмелела, так нанесла потолще, и вот если лоб там еще что-то скушало, лицо, то вот район щек, вот это вот, где идет линия подбородка, там у меня начало скатываться, потому что слишком толстый слой я нанесла, да, то есть толстым слоем его наносить не нужно, вот, а так, в принципе, отличное средство. Значит, мы с вами дальше ждем для кожи вперед гормонального старения, это я подсуну маме слово-то какое нашла, да, и для чувствительной кожи я его сама протестирую для чувствительной кожи. Почему? Потому что у меня бывают проблемы перед женскими днями, бывают высыпания, вот, высыпания вообще в нижней части, вот, да, то есть, и, конечно же, вот тут Римма Корнеева, главный дерматокосметолог, да, эксперт Центра научных разработок и Елена, кандидат биологических наук, председатель Международного сообщества прикладной корнеотерапии, тут рассказали очень такой подробнейший рассказик, я, конечно, все это читать не буду, но корнеотерапия – это наука о восстановлении рогового слоя кожи, да, то есть слой играет важнейшую роль, поэтому с такой какой бы проблемой, эстетической или дерматологической, мы не сталкивались, в первую очередь важно восстановить уникальную структуру верхнего барьерного слоя, вот так вот, ребята, вот, я думаю, что я на этой ноте с вами попрощаюсь, и следующая новинка, так, кстати, не нашла ее в каталоге, ну, в смысле, не искала, она там точно есть, я уверена, это вот такая вот, которую я даже не открывала, я даже не пробовала, вот, знаете, что, ребят, я хочу, когда ко мне придет парикмахер, она ко мне придет, получается, 5 апреля, и я сниму отдельный видеоролик на YouTube «Крем стайлинг для волос», потому что я не понимаю, как мужчине делать укладку, я говорю, Антон, тебе пришел крем стайлинг, он говорит, ну и зачем он мне, я говорю, ни разу в жизни такими делами не пользовался, он реально ни разу в жизни ни укладку не делал, ничего не делал, и ему действительно хорошо без всяких вот этих вот примбамбасов, как он сказал, это я вас сейчас цитирую, да, в общем-то, вот такой вот получается у нас с вами крем стайлинг для волос, написано, что он без склеивания, это легкий крем стайлинг, дает фиксацию, остается незаметным на волосах, не пачкая и не склеивая их, как раз то, что нужно для новой укладки. Я попрошу, да, вот эту девушку сделать какую-нибудь укладочку, прямо вот этим средством. Аромат очень такой приятный, грубый, мне нравятся такие грубые, приятные, сильные ароматики, в общем-то, и потом я уже сниму вот видео, что она с ним будет делать, как она ему все это будет делать, прям, ребята, читаюсь перед вами, вот ничего сказать про это не могу. Артикул 2660, ну, штучка такая, как вы видите, такая прикольная, кремовая, я ее немножечко помазала на кончике волос, действительно не склеивать, больше ничего не скажу вам. Да, ну что ж, следующие новинки, часть вторая, я постараюсь, чтобы они вышли как можно быстрее, потому что будет уже декоративная косметика, парфюмы и так далее.